Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня видео из рубрики «Ответы на вопросы». Как всегда, я буду зачитывать ваши письма. Я их скопировал, ну вот те последние, может быть, за несколько дней, которые мои зрители публиковали под последними моими видео, хотя есть и под старыми. А темы будут разные. Ну и про мясо, и про алкоголь, и про излечение людей от тех или иных болезней благодаря тем или иным методам, в том числе нашим или товарам каким-то. Ну вот самые интересные показательные примеры я сейчас приведу. Буду их комментировать. Ну и интересные вопросы другого рода будут, в общем, жизненные ситуации людей. Полагаю, будет поучительно, важно, полезно, интересно. Так, поехали. Александр Туриев пишет. У меня одна почка, повышенный креатинин в крови. Повышенная мочевая кислота. Ну, надо подумать с одной почкой, конечно. Появились сильные боли в суставах с повышением температуры во время приступов. Ну, идут воспалительные процессы, понятно. После начала приема геля сорбента для кишечника, вот этого самого, появилась энергия, прошла вечная слабость, сонливость. Это, конечно, удивительно, такое бывает. Это не всегда достаточно, все-таки для кишечника. Но ведь все болезни, как вы, надеюсь, понимаете, идут от кишечника изначально. И к тому же было сказано вот в этом видео, посмотрите его потом непременно, где с доктором мы объясняем, вот про этот уникальный гель сорбент, что у него не функция только лишь одна, выводить токсины из организма гораздо шире, больше, вплоть до восстановления суставов. А если его применять вместе с гелем для суставов, а если еще и, будет, кстати, об этом сказано, один человек писал там очень интересное письмо, как я рекомендовал, что еще микросферы, которые как раз инфракрасное тепло человеческого тела, отражают внутрь и в том числе в глубинные слои, то вместе с гелем для суставов, а если уж гель сорбент еще, идет регенерация, и артриты, артрозы пройдут. Но вот далее человек пишет, прошла вечная слабость, сонливость, боли в суставах, коленях стали проходить за ночь. При совместном применении геля для суставов А и микрокапсулы одновременно, это как раз вот это письмо, вот видите? То есть эффективность возрастает просто в разы, когда применяется несколько очень эффективных методов, как бы идет наложение и усиление, ну как геометрическая прогрессия, то есть там не вдвое лучше, а в разы лучше. Раньше, пишет далее Александр, воспаление суставов длилось 2-3 недели с температурой, невозможностью наступить на ногу. Теперь вся семья пользуется и в восторге от быстрого результата, все линейки, как гелий, так и микрокапсул, ну микросферы имеются в виду вот этих. Приступов аллергии в этом году от амрозии, человек, видимо, на юге живет, в семье не было, так как попробовали спрей для носа, а он убирает любые воспаления на лице, за ночь даже герпес, вот так. Это, кстати, речь идет про вот этот препарат. Спрей для носа, носоглотки, ведь у него также очень много действий. Во-первых, убирает воспалительные процессы, когда вот насморк и прочее, так сказать. Во-вторых, ну и в том числе спазмы от аллергических реакций, но главное, он не сушивает, а наоборот, восстанавливает слизистую, убитую от применения вот этих сосудосуживающих, известных всем миллиардами экземпляров, продаваемых за десятки лет, вот известных не будем называть по понятным причинам марки, да? То есть то, что приводит к страшной зависимости от них, к осушению слизистых, к образованию полипового гайморита и прочих проблем. Наши лекари лучшие в мире, а врачи давно отказались. Спасибо вам. И по скриптам. Друзья, ну его друзья, относились с недоверием, когда я рекомендовал эти линейки, но те, кто попробовал, тоже в восторге. Да, получился рекламный вроде такой текст, но вот это письмо, как я зачитаю только письма, которые приходят от людей. И вы знаете, это одно из стандартных, я бы сказал, писем, потому что на самом деле их, таких писем, приходит много. Возможно, попадется сейчас еще одно интересное, я даже, по-моему, сгруппировал. Таким образом, вот да, письмо Екатерина Минасовна. Юрий Андреевич, ваши продукты, это находка. Крем-экоэлемент единственный, который помог папе с его в детстве приобретенным еще ревматизмом. Значит, результат заметен с первого раза. Я сразу хочу тут, дорогие товарищи, сказать, что не у всех будет заметен с первого раза. Иногда на это нужны недели и даже месяцы. Но есть люди, у кого реально это с первого раза. Вот, например, у моей жены ноги очень болели. Ну, там долго на ногах было, очень долго. И, скажем так, ну, может быть, я не знаю, 20 километров прошла. Это у нас экскурсия была в подземной Москве. Когда в Москве были, а живем мы в Сковской области, давно из Москвы переехали. Но иногда приезжаем редко. И вот была экскурсия по подземной Москве. Ну, там вот эти коллекторы, где речка подземная, Неглинка, там прочее. В общем, с одним известным диггером. Ну, не важно. В общем, суть в чем? В общем, что против течения шли. Ну, вот эти группы мышц, видимо, так в обычной жизни не работают. Болеть стали ноги вечером. Она помазала гелем и говорит, дай вам маш. Потом завернула ноги. Вот в эти от варикоза такие есть изделия с микросферами. Ну, полчаса. И у нее полностью прошли ноги. Понимаете? Вот эти боли, которые, ну, такие. Тяжесть, гул вот этот, да? Например. Хотя у нее проблем нет. Ну, а вот у ее мамы, например, тещи моей, да, скажем. Проблемы с ногами давно серьезные. И вот она полностью спасается. Буквально. Вот подушку кладет на ноги, либо ноги на подушку. Это я сейчас не помню. Ну, мы ей тоже от варикоза дали. Сейчас будет еще проще. Потому что, как бы, объемное, да, воздействие идет. А не только с одной плоскости. Ну, так вот, это вот вам из жизни, что называется. Из нашей семейной в том числе. Итак, дальше письмо. Результат заметен с первого раза. Мне облегчило, а потом я уже забыла поясничную боль от перегрузки. И плюс просквозило. Ну, я читаю, как есть. Купила еще и натуральный интерсорбент. Вот, да, гель вот той же фирмы. Да, напомню, что вот эти пять препаратов, да, два, это гель для суставов, это гель интерсорбент для кишечника. Ну, это шире, конечно, действие, но, допустим, считаем так. Это спрей для носа. И это новых два уникальных продукта. Об этом видео на днях прям выходило у меня. Это, соответственно, крем и гель для кожи, лица и вообще тела. Вот эти уникальные препараты созданы одной лабораторией Новосибирского академгородка учеными, медиками, биологами. И аналогов этим препаратам в мире нигде нет. Не только в России, но и в Японии нигде. И при этом цена на них, конечно, ну, раз, наверное, в 10 меньше, чем была бы, если бы, скажем, эта Япония выпускала бы такого уровня препараты. Да, вот так представьте, и в наши дни что-то и в России выпускается, делается лучшее в мире. Слава богу, советская наука еще пока действует, сильна. Есть и ее представители, и последователи. Сразу здесь скажу, да, потому что писать будут, как всегда. Хотя я всегда говорю, и всегда надо говорить, конечно, в самом начале, потому что люди, многие не смотрят видео до конца, и поэтому начинают спрашивать, ну, собственно, даже поразительно. Порой я в начале говорю, а люди все равно пишут. Так вот, приобрести все эти гели, сорбенты, так сказать, Крыма, микросферы и другие наши изделия любые, и продукты, и приборы можно на нашем сайте nadgard.ru. Ссылку под этим видео я оставлю. Ну, если что, говорю, вот, или где-то в поисковой иной системе набираете продукты от Фролова. Сайт должен быть nadgard.ru. На нем все вы легко найдете. Ну, на эти продукты, 5 изделий вот этих гелей Крымов, и, конечно, на микросферы ссылку я дам прямо под этим видео, чтобы вы уж там даже на сайте не набирали в поисковике, а просто попали сразу на нужную страничку, либо нужный товар. Я еще рекомендую вам, дорогие товарищи, все-таки посмотреть, почитать отзывы на нашем сайте. Ссылку на отзывы я всегда оставляю под каждым видео. Да, важно еще подчеркнуть, все наши товары, продукты, приборы мы отправляем не только в любые города России, из страны бывшего, так сказать, СНГ, в Казахстан, Белоруссию, куда хотите, но и в любые страны мира, в любые города мира, кроме тех, где запретили почту России. Это, например, Дания, Австралия, хотя и туда вы можете по-хитрому. Например, может, у вас есть родственники где-нибудь в Казахстане, или там, условно, в другой стране, тогда мы туда отправляем, а оттуда вам, в Австралию, скажем. Так делали просто, это я вам из жизни говорю, из практики уже люди, но если вы находитесь в Германии, Франции, США, там, Испании, Италии, где угодно, проблем нет, заказывайте на сайте, оформляете заказ, с вами менеджер связывается, варианты оплаты есть, когда вы можете оплатить не в Россию, некоторые боятся, платежки в Россию не действуют, ну, не проходят некоторые, да, но проблем нет, вы оплатите нашему представителю, предположим, в какой-то европейской стране, это, так сказать, возможно, а товар мы вам отправим. Вот и все, собственно. Все эти проблемы уже, так сказать, давно известны и решены, поэтому проблем, конечно, не будет. Ну, в общем, все, продолжаю, зачитываю до конца письмо. Гель Сорбент решила принимать, так как токсины необходимо убрать, ну, безусловно, облегчая нагрузку на нашу драгоценную печень. В наше время, ну, видимо, что это особо важно, несмотря на ЗОЖ, да, несмотря на здоровый образ жизни, нагрузок на печень, в том числе в наши дни, огромное множество. Кстати, кто-то, может, не знал, а вы в курсе, что ведь, поскольку печень фильтрует кровь, да, задерживает вредные вещества, и вообще главных два органа, так сказать, печень и парный орган почки, да, то надо знать вам, что не только с пищей или водой какую-то вредную химию, которая может убить почки печень, вы можете получить не только с пищей и водой, а, например, с воздухом, потому что воздух и вредные вещества, какие-нибудь вредные газы, отравляющие вещества, находящиеся в воздухе, с дыханием попадают отчасти тоже в кровь, а уже кровь чистится печенью. Так что печень можно отравить и вредными веществами из воздуха. Имейте это в виду. Дорогие друзья, маленькое объявление на несколько секунд. Я прошу вас после завершения просмотра этого видео посмотреть вот это видео про одного подонка, мошенника из Дагестана. Вы должны это знать, знать его в лицо и помочь мне, как и всем честным людям, обезопасить себя и других от этого мерзавца. Спасибо вам огромное. Долголетия, здоровья, успехов, счастья и всех благ всегда желаю. Благодарю Екатерине за эти добрые слова. Я желаю вам крепкого здоровья. Смотрите обязательно все мои видео. Они очень важны все. Многие люди этого, к сожалению, не понимают. Вот понимают те единицы, которые и достигают великолепных результатов. Конечно, понимая, что, зачем они делают, для чего. А мои лекции как раз некоторые длинные. Да, но они как раз рассказывают, зачем и почему. Какие процессы происходят? А не просто, мол, возьми, выпей таблетку и все. Нет, мои зрители, вот именно те, кто постоянно смотрят, как раз другие, которые хотят думать, понимать, разбираться, что, зачем и почему. Это для меня тоже очень важно. Я сам пытливый ума человек, перфекционист. И хочу, чтобы люди думали, а не воспринимали что-то на веру. Так, идем далее. Спортивная семья. Ник такой у человека. Очень-очень важное письмо. Очень сильное по алкогольной проблеме. И вот почему вы сейчас поймете. Слушайте. Внимание выпивающим, пишет человек. Даже изредка выпивающим людям внимание. Этот комментарий для вас. Некоторое время назад у Юрия Андреевича был очередной ролик про долгожители, где упор делался на то, что вот эти самые долгожители практически все были непьющими. Да, вот это видео обязательно, дорогие друзья, я вам уже говорю. посмотрите потом его непременно, у кого еще есть вот эти глупые стереотипы, вбитые в подкорку когда-то, пошлыми шуточками, анекдотами и глупыми людьми. Вот это ложь, рассчитанная на самоуспокоение, самообман и продолжение возлияния. Так вот, долголетие, долгожительство и алкоголь это вещи противоположны. Ну, а конкретику, вот послушайте в том видео. Но продолжаю. В ролике Юрий Андреевич предлагал также посмотреть лекцию Жданова Владимира Георгиевича про алкогольный террор. Вот эту лекцию 2004 года, именно ее. И вот пишет человек, я посмотрел, потом под видео, мне под видео, написал, бросаю пить. А Юрий Андреевич Роллов даже ответил. Да, я помню письмо, я ответил. Давно пора. Так вот, пишет далее человек, с 3.08.22 года, на сегодняшний день, 24 дня, я не пью совсем, даже гладко пиво. Да, звучит смешно. Почему? Абсолютно не смешно. А, ну, может быть, в том смысле, что для кого-то это покажется смешно, мол, надо же, рекорд какой. Я, мол, вообще не пью или там всю жизнь не пью, а тут 24 дня. Ну, а для человека, кто привык пить постоянно, это действительно смешного нет. Это хорошо, это прекрасно, это, можно сказать, рекорд. Продолжаю. Ну, когда это было много лет, обычным вечерним, правильно, занятием после работы, а прокинуть пару банок пива, а сейчас в одной части я взял и отрезал всю линейку для себя, типа пару банок это немного, сейчас очень стыдно, что много лет не хватало мужества закончить раз и навсегда зеленым змеем. Вот сразу скажу, прямо здесь прервут зачитывание письма и скажу, я очень рад этому письму, это надо найти в себе. Действительно, мужество, понимание, это, знаете, это даже помощь другим. Ведь это письмо не просто, ну, во-первых, поделиться радостью с другими, да, но тут больше другое. Ведь, ну, понятно, что кто-то не то, что осудит, знаете, реакции разные у людей могут быть, и даже негатив. А вот человек почему это написал? Ну, он благодарен, тут много почему. Но главное, потому что он хочет поделиться с людьми, с такими же, как он, кто верил, в то, что это ничего страшного, немного, изредка, в то, что это уже себя обманывать человек стал, что я не алкоголик. А кто скажет, бьет себя в грудь, я алкоголик? Извините, кто пьет каждый день, это, разумеется, алкоголик. Это более, чем алкоголик. Там уже зависимость и физическая, и ментальная. Ну, да ладно. В общем, дальше. Несмотря на смешной, казалось бы, срок, повторюсь, 24 дня пока что, но результаты уже есть, конечно, есть. Подожду еще пару месяцев, и, может, короткий ролик запишу для нерешающихся алкашей, коим, и я был много лет, кстати, мне 43 года. Может, Юрий Андреевич вставит мой ролик в свое очередное видео? Пусть будет реальный пример, что бросить пить легко, стоит только захотеть. Абсолютно верно. Буду ждать ваш ролик. Обязательно его вставлю в какое-то видео. Своё предисловие, да мы послесловие, то есть как бы вывод, который стоит сделать любому человеку, кто еще хоть грамм употребляет в жизни. Более того, скажу, что, конечно, я уверен, что и для этого человека самая главная мотивация была, тем более уж после просмотра лекции Жданова, вот той самой, это не лично для здоровья только. Это в большей степени патриотическая была причина. Сто процентов. А почему? Вот посмотрите сами. Каждый из вас, кстати, неважно, пьете, вот я никогда в жизни не употреблял алкоголь, ни грамма во рту не было. Но когда это видео я посмотрел, Жданова, ну вот тогда, в 2004, как оно вышло, я также вот всю ночь не мог спать. Я просто до конца осмыслил, вот знаете, вот насколько это колоссальная беда, проблема для народа, для нации. Насколько мощное это оружие геноцида. Вот под таким углом, уверяю вас, зрение, никто не осознает практически эту проблему, ну из тех людей, кому эта информация когда-то в свое время тоже не попала в руки. Я вас очень прошу, дорогие друзья. Это видео Жданова, посмотрите каждый, перешлите его всем, кого вы знаете. Ссылку я под этим видео также оставлю на это видео. Это общее дело всех порядочных людей, кому дорого его отечество, его и не только его вообще, так сказать, дети, будущее поколение, судьба своей родины, память предков и так далее. Вот тут-то как раз стоит сказать себе, человек ли я или опустился уже ниже животного уровня, не способен мыслить, соображать, деградирую ли я или все-таки я хочу развиваться, жить, а не прозябать, иметь право называть себя человеком, а не упиваться ложной гордостью и глупостью. И вот завершает свое письмо человек, таким образом, Юрий Андреевич, Вазбада вместе с Ждановым, жаль, что ему уже девятый десяток пошел, во главу Министерства здравоохранения. Правда, охраны вам надо будет немерено. От фарминдустрии. Огромная вам благодарность. Я очень рад, еще раз скажу, за это письмо. К сожалению, не знаю, как зовут человек, ваш ник, спортивная семья, но в следующий раз товарищ напишет. Я надеюсь, я очень рад за ваш личный успех, за изменение вашей жизни к лучшему, и за то, что вы теперь, я надеюсь, тоже не останетесь к этой беде всенародной равнодушным, и это уже ясно, очевидно, и действительно сделаете видео, покажете не только своим примером для семьи и близких, но и для более широких слоев населения, что называется. Это очень, очень важно. Так, идем дальше. Анна Попова пишет. Юрий Андреевич, Марина Вячеславовна. А, ну, Марина Вячеславовна, это доктор, с кем у меня вышло уже 4, да, видео на моем канале по вот этим уникальным гелям, сорбенту для суставов, спрей для носа, там и так далее. Хочу сказать огромное спасибо за вашу работу. Ваши продукты работают на все 100%. Благодаря эко-спрею я вылечила синусит. Ну, это вот этот спрей для носа и носоглотки. Кстати, он еще и защита от вирусов. Знаете, каким образом он убирает насморк? И, а дело в том, что он эту слизь растворяет и выводит по лимфатической нашей системе. Вот каким образом. То есть абсолютно безопасно, очень эффективно и только не всегда быстро действует. Ясное дело, сосудосуживающим средством вы пшикнули и через несколько секунд нос дышит. Вот как хорошо. Значит, это будем пользоваться. Только каким бедом это приведет, к сожалению, в этих тюбиках не написано. А это да, дольше. Ну, ничего, можно и потерпеть. Зато годы жизни приобретете, они не лишними будут. Дальше. Благодаря этому спрею я вылечил осинусит всего за неделю, не применяя антибиотики, в том числе местные, типа полидекса. Нос прекрасно дышал и обычной при этом заболевании тяжести в голове не было ни одного дня. Конечно, я вовремя начала использовать спрей, как только почувствовала первые признаки простуды. Кстати, я что вам хочу всем посоветовать? Приобретайте обязательно этот спрей. Давайте детям с собой в школу, там, неважно. имейте в домашней аптечке, поехали куда-то на природу, неважно, в гости. Брызгайте, ведь это еще защита от вирусных, бактериальных и прочих инфекций. Идут какие-то сезонные, допустим, эпидемии, простудные заболевания, респираторные вирусные инфекции, да, там, ну, то есть, неважно. Брызгайте несколько раз в день. Ну, например, к больным пришли, ну, условно говоря, или потенциально, или кашляет кто-то, ну, сделайте себе несколько брызгов и в каждую ноздрю и в рот. И вы практически на 100% защитите себя от этой любой заразы. Дальше Анна пишет, но раньше ни один противовирусный препарат не помогал мне так быстро и эффективно. И, как минимум, заложенности сопли всегда были при мне недели по 2-3. А на этот раз все признаки ОРВИ и вытекающих проблем прошли за 3 дня. Я скажу без лишнего пафоса и гордости этот уникальный продукт, который был разработан в Новосибирской одной лаборатории совместно со мной. Вот он вышел под моей торговой маркой, аналогов ему в мире нигде нет, безопасен полностью, грудным детям можно применять, понимаете? Более того, он снимает те самые тяжкие последствия, которые возникают в результате длительных, а некоторые люди лет по 10 и более применяют сосудосуживающие, уже жить без них не могут. Тут надо потерпеть и за месяц гарантированно вы слезете с этих сосудосуживающих страшных по сути наркотиков. Далее, Мария Лебедева еще хотела поблагодарить вас за яйца, но речь идет про куриные яйца от наших кур. Не могу другие употреблять. Все чем-то воняют, так что все волшебно и полезно заказывала и буду заказывать ваши продукты. У меня заметно улучшилось самочувствие. Большая благодарность вам, Юрий Андреевич, за ваш труд. Да, есть такая у нас особенность у меня. Я жуткий перфекционист в этом плане. Я не терплю никакие полумеры, компромиссы и так далее. Вы поймите, о чем идет речь. Вот, допустим, вам говорят фермерские яйца или там от бабушки в деревне. А вы посмотрите, как эти куры содержатся и чем они кормятся. Даже бабушки в деревнях, хотя их сейчас почти уже не осталось, но это условное такое выражение, подкармливают даже био-яйца, кто производит вот этими всякими там пурин и прочими комбикормами. Я сейчас не буду распространяться на тему, в котором в составе содержат. Я скажу другое. Вы знаете, как вот куры и прочие содержатся животные? Я никогда еще не видел ни у кого. За редчайшим исключением, чтобы в сараях и других помещениях, где содержатся, ну скажем, куры, не было бы плит ОСБ или фанеры. Ну а вы знаете, что фанеры ОСБ выделяют фенолы, формальдегид и другие отравляющие, токсичные вещества, канцерогенные, которые приводят к онкологии. И как вы думаете, это передается к животным, которые там живут и дышат этим там и так далее. А в яйца те же передается? Эти вещества поступают? Конечно, да. Эти нюансы кто-то учитывает, кроме меня? Я почти таких людей не видел. Кстати, если вам будет интересно, почему яйца от наших кур так дороги, ну в смысле дороже любых остальных, ну потому что, во-первых, их сравнивать с другими нельзя, а потому еще, что затраты там совершенно другие, ну то есть просто во много раз больше, чем у тех, кто вот просто чем-то их кормит, содержит в деревне и так далее. Абсолютно. Видео это я ставлю тоже под этим видео. И еще скажу, я себестоимость, вот когда к чему-то иду, стремлюсь к какой-то цели, никогда не считаю, потому что, если не будут покупать, ну люди не оценили, то есть не имеют возможности, ну есть и те, кто имеют возможности, состоятельные люди, но если не будут покупать ни те, ни другие, это мы просто производить не будем. Там чудо-то не может быть. Нельзя уменьшить себестоимость до определенного предела, когда мы говорим о том, что тем более в наши дни все сложнее и сложнее выпускать действительно экологически чистую продукцию. Не по бумажкам там этим, а бескомпромиссно, понимаете? А все это влияет. Именно поэтому люди, которые начинают есть наши продукты или пользоваться какими-то препаратами, они видят совершенно разительные отличия и быстрые, потому что уже в наше время, к сожалению, не осталось экологически чистых практических продуктов и действительно действующих, безопасных препаратов, а у нас они есть, потому что мы их производим. И не важно, какая это будет себестоимость, от себестоимости будет формироваться конечная цена. Но тут вопрос ведь как стоит? Это я говорю для тех глупых людей, кто, значит, претензии мне предъявляет, что у них там, например, пенсия маленькая, я понимаю, я оскорблю, или там зарплата маленькая, но разве это ко мне претензии? Вы понимаете, тут ведь вопрос как стоит? Почему я таких людей неразумными называю? Поймите, что... Тут вопрос стоит, либо мы это будем другая, она не будет другая. Смогут это все купить? Не смогут? Это вопрос второй. Это ведь стоит еще раз вопрос. Или это будет, или это вообще не будет этого, понимаете? А не то, что если бы я был государством, то в масштабах государства, разумеется, можно было бы так все сделать, чтобы себестоимость в разы была ниже. Но это невозможно при капитализме сделать, когда нет у тебя монополии. Вот. И нескончаемого ресурса средств, когда эти монополии будут обращены на пользу всего народа, то есть это означало бы социализм, да? Но это чисто по-научному я вам сейчас объяснил. А поскольку у нас капитализм, и я не государство, то чудо я сотворить не могу. Поэтому то, что есть, то есть чудо уже то, что мы это сделали. Одно, другое, третье, что это просто есть альтернатива. Вот в чем уже чудо заключается. Так что претензии, пожалуйста, не ко мне. Это тем, я говорю еще раз, то в общем-то не вменяем в этом смысле и считает, что я почему-то обязан, я никому ничего не обязан, как-то, так сказать, соответствовать с реалиями, да? И нет, чтобы поблагодарить, как любой вменяемый, честный, порядочный, нормальный человек это сделает и делают тысячи людей, и вам бы присоединиться к ним, а вы нет, претензий мне предъявляете. Ну ладно, идем дальше. Хотя, кстати, здесь я еще такой момент скажу. А вы знаете, что иногда люди умирают от страшных болезней? Иногда не в раз, так вот, инсульт, инфаркт, а годами, да? Конечно, знаете. И вы знаете, что эти люди некоторые, чтобы, ну как бы сказать, еще надежда есть, что они излечатся, надежда, всего лишь надежда, и они отдают последние деньги, продают квартиры, и миллионы рублей тратят на это. И вот тогда они не предъявляют даже претензии. Кстати, от таких людей меньше слышал претензий, которые в такой страшной ситуации находятся, и все последнее продают, что претензии на то, что дорого. Вот понимаете, как от тех, кто еще пока относительно здоров и претензии предъявляет на то, что в тысячи или там сотни тысячи да раз дешевле, вот чтобы не было этой проблемы в дальнейшем. То есть то, что предотвратит это, ну процентов на 99, на 100 нельзя так говорить никогда, но это совершенно объективно. И вот люди, тем не менее, находятся такие, которые действительно невменяемы. Ну хоть сейчас, может быть, поняли, нет? Ну извинитесь, напишите, как вот люди находятся смелые и порядочные, которые пишут, да, я был идиот, там правильно вы меня называли, даже не соображал. Сейчас очнулся, понял и действительно, вот хочу так вот повиниться, что называется. Ну вот, глупости, говорил, делал несправедливо, нельзя так было делать. А я там, например, из-за зависти или глупости, или там, так сказать, как обороны такой никчемной своей в знак протеста вот вам претензии предъявлял. Извиняюсь за это. Вот напишите, кто слышит из тех, кто это, значит, еще способен на такие поступки. Дальше. Винник70 пишет. Полностью поддержку. Алкоголь не дает ничего, а забирает все. Незаметно, постепенно уходит сама жизнь. Жаль, поздновато это. Понял. Ну, лучше поздно, чем никогда. Перестал употреблять в 45. Уже 7 лет прошло. Вернулся разум. Ну, совершенно верно. Вы знаете, в этом смысле разум пропадает, ну, в какой-то мере, отчасти. Ну, от алкоголя он в полной мере когда-то пропадает. Все-таки это страшный наркотик. Разумеется, я не буду говорить про иные наркотики, но помимо этого, еще, конечно, от мяса. Да, это у меня даже целая рубрика такая есть под таким названием сосиска в голове. Ну, то есть, когда человек через призму как бы нормы якобы потребления алкоголя смотрит на жизнь. И тут, конечно, возникает измененное состояние сознания. И, поверьте, люди, перестающие потреблять мясо, через какое-то время разум к ним также возвращается, они начинают видеть мир. Не через призму, своих желаний, пристрастий, привычек и самооправданий, как раньше, а по-новому, то есть, истинно, как оно есть. Икар солнцеликий. Юрий Андреевич, не сочтите за грубость или оскорбление, но у меня возник любопытный вопрос. Вы говорили, что ваши бальзамы, пасты можно кушать, то есть, они не повредят здоровью, так как чисто натуральные, а вот корма, ну, человек имеет в виду, корма для кошек и собак, обладают таким же свойством или нет? Чисто из-за интереса спрашиваю, мало ли кому в голову сбредет, лучше уж заранее уточнить этот момент. Что ж, отвечу с радостью, нет, совершенно никакого оскорбления, ни грубости, нормальный вопрос, нормальным тоном написано, все хорошо. Отвечу, разумеется, иначе бы то, что я говорил, было бы неправдой, а поскольку это правда, то вы могли бы даже не спрашивать. Наши корма для кошек и собак, некоторые люди и таких немало едят, потому что таких кормов для человека, если так вот можно сказать, нету, где в одном бы продукте содержались бы все необходимые для жизни, здоровья, развития, размножения и всех других функций, все питательные вещества, причем все экологически чистые, так сказать, все незаменимые аминокислоты, жирные кислоты, В12, вот все, таурин, все, что вы не сказали, есть абсолютно все, потому что на этих наших кормах и кошки, и собаки живут всю жизнь, живут без болезней, размножаются, рожают здоровое потомство, выкармливаются там те же маленькие котята, допустим, и цикл повторяется, то есть уже не одно поколение выросло на наших веганских сыроедных, первых, единственных в мире сыроедных кормах, и главное, что они еще и лечебны, потому что человек впервые перестает кормить своих бедных кошек, собак, той вареной, жареной гадостью, причем химической, которая производится крупными компаниями, ну это, слушайте, это небо и земля, безусловно, и поэтому да, можно, некоторые, да, и это великолепно и прекрасно. Дальше, Ленка Пенка, спасибо большое, я устала варить долго амарант для своей каши, а, ну да, раньше просто амарантовую кашу, вот женщина просто варила, а действительно это варить надо долго, в общем, очень удобная альтернатива, а она говорит о наших уникальных кашах, вот в частности, линейке амарантовой, она, кстати, будет расширяться все, вы обязательно вот это видео, дорогие друзья, посмотрите, это действительно продукт бесподобный, и вкусный, и полезный, и, понимаете, вот кашу можно сварить, но вы убьете большую часть питательных важных веществ, многие витамины разрушаются при термообработке, а здесь у нас каша термически необработанная, сделана по уникальным технологиям, и вам останется только теплой водой залить, и наслаждаться и вкусом, и пользой. Далее Лена пишет, а еще я регулярно хожу в походы, и эта каша превосходная альтернатива обычным, химическим, быстро приготовляемым кашем, спасибо большое. Совершенно верно, так же, как и наши сыроедные веганские паштеты, как другие каши, такие, как там овсяные, прочие, то есть, которые без амаранта, да, и более дешевые, по понятным причинам, но относимым к таким же живым, полезным кашам, а также у нас есть супы-линий, в том числе, разработанные для спортсменов, олимпийской сборной, в том числе, да, по заданию Министерства спорта. Так вот, ссылки на эти категории, супы-каши, там, паштеты и так далее, я тоже оставлю под этим видео, и, конечно, это можно брать в походы, это очень долго хранится, это можно как долгосрочные припасы хранить, поймите, это концентраты, то есть, которые разводятся в воде, ну, говоря о кашах-супах, там, когда воды, там, 90-95% заливается, понимаете, а, да, еще к этой категории, вот это уникальное картофельное пюре, концентрат сухой, надо отнести, сохранность питательных веществ, здесь до 99%, так как применяется молекулярная вакуумная сушка, а также криогенная сушка, в общем, короче говоря, аналогов, как я часто говорю, этим продуктам, нет нигде, даже в мире, ну, и, конечно, взгляните на составы, например, тех же каш, из амаранта, либо паштетов, и, кстати, посмотрите, состав кормов для кошек-собак, вы поразитесь, там, около 50 не компонентов, их тысячи, и соединений, а 50 видов трав в составе тех или иных кормов, ну, еще несколько буквально, а то длинное видео получится, писем, так, Елена Тим, уважаемый Юрий Андреевич, посмотрела ваш ролик, тест на человека, а также фильмы, земляне и доминион, мясо есть не могу, противно, мои дети это делают, то есть едят, к ним я не могу применить, тест на человечность, вы сами понимаете, почему, это мой ребенок, я люблю его, что делать, да, это тяжелая ситуация, вообще, когда в семье, ну, в семьях есть разногласия, особенно по вопросам, понимаете, принципиальным, вопросам этическим, нравственным, когда человек один понимает, не просто, что он прав, что за ним истина, что ему больно, что не понимает близкий человек это, это не фанатизм, когда человек просто уперт какой-то идеей, она может и ошибочной потом окажется, а человек разрушал себя, семью, причем был не прав, допустим, а правый как раз окружающий, а он с упорством, это одно, а вот когда он прав, и это истина, ну, просто, это законы природы, это основы бытия, это по законам совести, в конце концов, поэтому истина, то вот тогда человеку действительно тяжко, многократно больше, когда он делает это абсолютно все осознанно, да, и вот что делать, надо говорить, в зависимости с кем, ребенок какого возраста, он может понимать еще, не все понимать, ему нельзя словами, может быть, взрослого еще все объяснить, он не способен это уяснить, поэтому надо, исходя из психологических особенностей ребенка, его возраста, ну, каких-то вот, так сказать, нюансов, которые вы как родители знаете, попробовать, достучаться, ну, у меня же много видео на эту тему, например, дети и мясо, там, два видео на эту тему, вообще, вот эта рубрика сосиска в голове, там очень много и психологических важных видео, которые помогут вам, может быть, ну, с мужем или с женой, соответственно, это уже по-другому надо беседовать, а как раз тут, вот взрослый человек, понимаете, он может изменить свое мировоззрение и питание, в том числе, исходя из нескольких аспектов, во-первых, для здоровья, например, быть энергичней, бодрее, больше двигаться и, там, соответственно, большего достичь, для кого-то это мотивация, там, скажем, заработок денег, ну, а для кого-то этический вопрос на первом месте стоит, вот на все это, обо всем этом, я говорю, есть у меня видео на моем канале, в разделе, вот сосиска в голове, ну, покажите, посмотрите вы, подумайте, просматривая, какие слова мои помогут вам, какие могут зайти в душу, достучаться, чем можно до вашего близкого человека, полагаю, это вы почувствуете, когда будете просматривать то или иное мое видео на эту тему, ну, и я советую всем единственное посмотреть, кто, знаете, начнет сейчас опять вот из новых зрителей, не понимающих насчет полноценных белков, незаменимых аминокислот и так далее, говорить, вот посмотрите мое видео под таким ироничным названием, мясо надо есть, вот непременно посмотрите его. Ну что ж, дорогие друзья, давайте на сегодня все, остальные комментарии, а у меня их еще много интересных, будут в других ответах на вопросы. Я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, до новых встреч, пишите обязательно комментарии под этим видео, отсылайте ссылки на мои видео, в том числе и это видео, своим друзьям, близким, возможно, мои видео чем-то им помогут, а может быть и вам, ну, в беседе с ними. До свидания.